И так, ну что ж, ариарума и маленькие любители покушать у микрофона, как всегда, ваш покрыл слогам Амору, мы продолжаем начинать проходить такой увлекательный мод, как пиксельмод. Ну и с момента прошлой части, как я и говорил, произошли достаточно глобальные изменения. В частности, это коснулось тех покемонов и тех обещаний, которые я обещал выполнить. Для этого здесь были построены два таких специальных поля, с такими замечательными блоками, как ранчблок. Здесь у меня, соответственно, размножались электробазы, а здесь Пикачу. И как можно было выяснить, если вы сейчас посмотрите на вот эту таблицу, электрические типы покемона могут размножаться как на красном камне, так и на зажженных лампах. Но как показывает практика, на красном камне они полностью отказываются размножаться, и в итоге мне пришлось размножать все вот на таком вот поле. В принципе, с этим не было проблем, так как Ристоуна я уже достаточное количество добился, с помощью кирки на шелковое касание, которое я нашел в Энде. Ну и по итогу размножения электробазов у нас получился маленький элекид. Ну а после размножения двух Пикачу у меня получился маленький Пичо. Вот такие вот у нас два маленьких няшненьких покемончик. Я не помню, я говорил или нет, но Электробаз на самом деле один из моих самых любимых электрического типа покемонов, и я хотел бы, чтобы его финальная версия, то есть третья его эволюция была у нас в основной команде. Я надеюсь, что обязательно так и случится. Но для получения третьего типа эволюции нам бы хотя бы получить второй тип эволюции. Пичо у нас эволюционирует на 220 счастья. Сейчас у него 201, и я потому что повокажу немножко за кадром, и скоро его получится эволюционировать, я даже об этом не беспокоюсь. А вот с элекидом придется немножечко повозиться, просто потому что ему немножечко нужно будет прокачаться. Я думаю, то что с этим абсолютно у нас никаких проблем не будет, и мы пока побежим по делам нашим, то все у нас обязательно получится. Ну а также на эту серию я выбрал еще двух покемонов, которых я собираюсь здесь эволюционировать. Это Райрон, эволюция которого практически уже готова, и нам осталось всего один уровень, оказывается он у нас на 43-м эволюционирует. Ну и Феникин, один из покемонов стартовиков огненного типа. Получить их всех эволюцию мне не создавит абсолютно никакого труда, и за эту серию я надеюсь. Ну и прежде чем продолжить видеоролик, я хотел бы продолжить традицию нашего небольшого интерактива. А именно то, что в прошлой серии я у вас спрашивал, что это за покемон. И правильно первым ответил именно вот этот человек с вот этим вот комментарием. И звать теперь нашего Келдоу будет вот именно так. Ну а также один из зрителей подпросил меня в качестве исключения назвать еще одного покемона в эту серию. И этим покемоном становится Затсон, и звать его теперь будут именно так. Ну и в качестве продолжения нашей интерактивы хотелось бы у вас спросить, что это за покемон. И случайно человек, который даст ему имя, сможет дать ему собственное. Таким образом, у каждого комментатора будет шанс дать ему имя. Ну и теперь обратно к ролику. Ну и после уже проведения интерактива, мне кажется, пора бы уже огласить планы на эту серию. А в планах у меня, как я говорил в прошлой серии, это найти грибной биом. Для того, чтобы забрать парочку гентамакс грибов, которые помогут мне вывести наших покемонов на новый уровень силы. Ну а в частности, дать возможность некоторым нашим покемонам гигантамаксировать. Именно с этой целью я установил специальный мод, который поможет мне искать специальные биомы. Мод называется Натуро Компас, и он добавляет вот такое вот предметство вот таким вот крафтом. Ну а все потому, что грибной биом, это не самый простой в поиске биом, и его нужно постараться, чтобы отыскать. И спавнится уж он очень редко. Первый грибной биом, который я нашел с помощью этого компаса. Вот такой вот маленький, согласен с вами, островок. Но знаете то, что она без рыбьей и рак рыба, так что мы не паримся по этому поводу. А также мною были замечены вот такие вот строения, которые были добавлены в последней версии модификации пиксельмона. Мне заодно хотелось бы их посетить. Здесь есть замечательным образом хилки покемонов. В принципе, очень полезные вещи, но для нас бесполезны. И самое главное для нас, это трейд машин, которую хотя бы одну штучку я себе забрать бы хотел. Но этот Маджикарп, ну или точнее подворная лодка в феоруме Маджикарпа, представляет собой ничто иное, как складирование сундуков, в которых можно найти различного рода вкусняшки. Например, супер удочку. Ну а после исследования я предлагаю все-таки отправиться за поиски тех самых грибов, которые мне были нужны. Заодно не забывая искать покемонов, которые могли бы спавниться в новом биоме, который мы здесь отыскали. И может быть найдем каких-нибудь уникальных, которые спавнятся только тут. Например, покемон Шурумиш, маленькая говорящая медузка. Только как я погляжу, она более земляная медузка. Полезай скорее к нам в покебол и присоединяйся к нашей команде. Ага! Вот первый гриб, который я ищу здесь. Макс Машрум Блок. Или Макс Машрум. Максимальный гриб. И нам всего нужно три таких гриба для того, чтобы создать максимальный суп, который будет являться похлебкой для наших покемонов. Неожиданно здравствуйте. Покемона зовут Брелум и он 65 уровня у нас. Мне кажется, вряд ли получится его поймать сразу в квикбол, но я все-таки попадаюсь. Ну да, случайно получилось то, что я его убил. Еще один покемон, которого раньше я не видел, это покемон с таким вот ником, к сожалению, не читаемым. И великолепным образом он у нас полезает на аж пока. Покемон Милашка Сверликс, как маленький комочек счастья. Тоже мне был мною раньше замечен, поэтому тоже полезает к нам в квикбол. А вот и сразу три таких гриба, которые я здесь нахожу. Сразу три в одном месте. Это очень классное везение. После собирания этих грибов у нас их аж 4 штучки. Но это все-таки маловато. Но хотелось бы хотя бы двух Гигантомакс покемонов заиметь себе в копилку. Вообще, хотелось бы заиметь все Гигантомакс формы, но я абсолютно правильно понимаю, что это практически невозможно. Ну и получается все. Я все уголки этого острова посетил, весь его обижал и тут Гигантомакс грибы закончились. Но это ничего страшного, ведь я здесь еще один остров нашел неподалеку практически здесь и мы скоро к нему отправимся. Но прежде, естественно, я хотел бы посетить дом и хотя бы один этот Гигантомакс суп я скрафтить хочу себе. И теперь же нужно, естественно, определиться, кто из наших покеонов хотел бы получить Гигантомакс форму. Поэтому сейчас я отправлюсь на пиксельмон вики и определюсь точно, какого пиксельмона я хочу видеть в Гигантомакс форме. Я все-таки принял решение, кого я буду эволюционировать в первую очередь. В первую очередь я хотел бы поэволюционировать эту пичу, а вернее его вторую эволюцию Пикачу до формы Гигантомакс. У меня были еще парочка вариантов, например, Черезарт или Снорлакс, который, к сожалению, у нас сейчас не пойман, но я думаю то, что в скором времени мы это исправим. Но Черезарта я хочу мега эволюционировать, именно потому что мне нравится форма Черезарт Х, где он такой черненький синим пламенем дракончик, это просто невероятно и вау. Ну а Снорлакс у нас же сейчас нет и я предлагаю с вами попробовать счастье и специально попробовать его потом поискать, после того, как мы посетим второй Гигантом биом. Для начала нам нужно попробовать проапгрейдить нашего пичу в нашего Пикачу. Ну и прежде чем заниматься, у нас же есть Райрон, которого мы хотели так эволюционировать и чтобы время не снуть, я просто даю ему конфетку. Мы апаем и тем самым ему целый уровень и даем ему право эволюционировать. Эволюционирует у нас в Райдона. Это, по-моему, его не финальная эволюция и у нее есть еще одна. Но, как я помню, она дается ему только при обмене. Обменивать покемонов я намерен, но это будет чуточку позже. И сейчас мне нужно поднять уровень счастья нашего пичу до 220, а после поднять ему хотя бы один уровень. Поднять счастье можно несколькими способами. Самый простой это выпустить покемоны, чтобы бегал у нас где-то за нами. Но второй способ это увеличение счастья после улучшения уровня. Мне кажется, побегать за нами будет самым простым для него вариантом. Но именно в этот момент ваш поклон слуга забыл включить запись. Ведь в данный момент я пошел повышать уровень для нашего пичу. И чтобы время зря не терять, заодно решил попытать свою счастье и найти снорлокса. И к моему великому удивлению, как только я забежал на ближайшие горы, я там его нашел. И вот сейчас как раз таки тот момент, где я пытаюсь его поймать и успешно ловлю. И заодно начал эволюцию нашего Феникена. Реолюционирует он во вторую получает стадию. Насколько я знаю, их у него целых три. В этой стадии он держит палочку специально в хвосте, которую будет поджигать в битвах. Его зовут теперь Брайкскин. Тоже очень няшная маленькая лисичка, но в третьей стадии, если я все правильно помню, она держит целых две палочки. И это еще делает ее более брутальной. Я решил чего тянуть. Мы сразу дадим снорлоксу наш гентамакс суп. Но хотелось бы сначала выяснить, какие у тебя есть приколы. В принципе, неплохие атаки. Но желательно бы еще тебя сводить к чуваку, который занимается этими всеми атаками. И даем тебе гентамакс суп. Теперь снорлокс выучил гентамакс фактор. Так, для начала, снорлокс хотел бы увидеть тебя в форме гентамакс. Для этого я надеваю первым очень браслет. Потом хочу тебя гентамаксировать. И я так понимаю, ты можешь сделать это только в битве. Хорошо. Я дурак, походу. Не знал о кое-чего. А того, что гентамакс форму покемона можно использовать только в битве с покет-тренером. С игроком или диким покемоном использовать гентамакс форму нельзя. Давай сейчас попробуем это проверить. Опа-на. Здравствуйте, здравствуйте. Неожиданно, однако. Пичо наш начинает эволюционировать. И эволюционирует, естественно, он в Пикачу, а больше не в кого. И все потому, что он достиг определенного уровня счастья. Так, Пикачу, это замечательно, но, к сожалению, нам нужно сейчас разобраться со снорлоксом в приоритете и найти хотя бы какого-нибудь покет-тренера, наконец-таки. О, покет-тренер, привет. Ты призываешь Вайлорда? Здесь сразу, ладно. А посмотрите, ребят, что это такое. У меня есть два предположения, почему я не могу использовать гентамакс форму. Первое, это что-то не так с модом Пиксельмон, а второе, это я что-то не так делаю. Второе, связанное с тем, что, возможно, у нашего Снорлокса не изучена какая-то атака, из которой он может гигантамаксировать. Почему она не изучена и почему так не работает, я без понятия. Так, ладно, давайте побеждать этого Вайлорда и попытаемся сейчас гигантамаксировать другого покемона, например, Пикачу, с его атаками. И для этого и с этой целью я отправляюсь на второй грибной остров и собираю тут наши вот эти вот грибочки, чтобы собрать еще один динамакс суп. А вот последний, наш третий гриб, но максимальный суп. И на этот раз даем его нашему Пикачу. Я дурак, простите меня, пожалуйста. У меня все это время не был браслет надет. Так, давайте сейчас попробуем еще здесь побегать, поискать грибы. Может быть, здесь заодно и тренера найдем. И заодно на нем испытаем, сможем ли мы гигантамаксировать нашего Пикачу и, возможно, нашего Снорлокса заодно. Пока я бегал и искал пакетренеров, я все-таки смог поймать того Брилума, которого не смог поймать ранее. И это замечательная новость. По идее, мне остался еще один гигантамакс гриб для того, чтобы я смог получить третьего покемона с гигантамакс формой для нашей коллекции. Но я пока не буду успешить выбирать покемона самостоятельно и я бы предпочел оставить вам выбор. И вы мне напишите в комментариях, какого покемона хотели бы вы увидеть и чью гигантамакс форму, естественно, вы хотели бы выпозoo получить? Но прежде, чем это сделать, я тут наблюдаю нечто невообразимое. Что это такое? Аааааа! Здравствуйте! Здравствуйте! Давно не виделись! Очень приятно с вами познакомится. Не уплывайте, пожалуйста. Мега-гуардос! Это мега-эволюция гуардос 124 уровня, X-Factor у Годзилы. Это для меня неожиданно. Давайте попробуем. Ну, типа, нам дают X-Factor для Годзилы. Что происходит, я вообще не понимаю. Ладно. Главное, что мы нашли Мега Гуардос. Так, X-Factor и Max Strike. Давай попробуем. Мега! Привет! Мега Годзилла. Это, видимо, благодаря нашему браслету я смог получить эту форму. Как показывает практика, самая эффективная атака оказалась у Годзиллы. И это Max Rockfall. Максимальное падение камней. И почти мы его убили. Осталось прям писелька. Давай, последний удар. Гуардос, я в тебе верю. Осталось немножко у тебя ХП, но мы побеждаем его. Ура! Получаем Гуардос Элит. Камень Мега Эволюции для Гуардоса. Так, Гуардос, привет. Идем к нам в команду. Надевай-ка его, пожалуйста, себе вот так вот на пузико. Так, надеваю этот браслет, и теперь я могу тебя мега эволюционировать. Да! Привет! Привет, как ты у нас выглядишь, и что ты из себя представляешь? Привет! Но, на самом деле, без Мега Эволюции ты мне нравишься больше, но даже так, и даже так, ты выглядишь очень шикарно просто. Шикарнейшее ты выглядишь, я бы сказал. Заодно ты пополняешь копилку всех остальных покемонов с Мега Эволюцией. Так, и, по идее, мне осталось сейчас найти тренера для его большого счастья, чтобы уже все точно получилось. Плохо, конечно, то, что вот этот вот тренер у нас заспавнился именно в воде, то, что, возможно, то, что я сейчас опять потеряю на сознании и все на свете. Да, привет, 16 уровень у тебя, но, надеюсь, мне хватит этого уровня для того, чтобы все испытать. Ага! Х-фактор появился у нашего Пикачу именно на тренере. Так же, как и на боссе, в принципе, появлялся у них. По идее, так как мы скамер-мили Пикачу наш супчик, он должен выглядеть просто сейчас очешуительно. Так, давайте попробуем Мега Макс Фактор и гигантский Полт Крайш, чтобы это не значило. Он с одного удара выносит у нас этого покемона, и, к сожалению, диспавнится, так как покемонов у него больше не осталось. Ладно, было бы неплохо найти еще какого-нибудь более сильного покемона или босса какого-нибудь, на котором я могу это все посмотреть. Жаль, то, что нельзя посмотреть никак иначе это все. Предлагаю начать со Снорлокса, ведь у него Мега Эволюция на самом деле очень орная и самая прикольная. Так, у тебя есть Макс Гвард, это максимальная защита, и так ты нанесешь урона, и привет, привет! Посмотрите, как он просто увеличивается в размерах по сравнению со своей обычной формой, и у него на пузике вырастает маленькое деревце, и это так мило просто. И вот сейчас получается, как маленький островок плавает на этой водичке. О, это так мило. Я сейчас просто использую тебя, прости, пожалуйста, для того, чтобы посмотреть все формы гигантомакс наших покемонов. Очередь Пикачу. У тебя тоже есть атака темного типа, это Макс Гвард. Давай тебя используем. Какой ты прикольненький. Он выглядит так же, как обычный Пикачу, только он становится немножко пухлее, и у него вырастает гигантский хвост электрического типа, такой вот, типа, зеобразный. Ладно, это прикольненько. Это все, получается, гигантомакс формы покемонов, которые у нас есть на данный момент, но мы можем еще гигантомаксировать, просто, получается, увеличивать в размерах других наших покемонов. Я-то понимаю, если я сейчас использую Айзека, это будет просто Айзек, но более большой. Так, давай попробуем сейчас Макс Страйк. Надеюсь, не убьем. Да, он просто увеличивается в размерах и никак не видоизменяется. У него увеличивается количество здоровья и атаки. Ладно, хорошо. Ну, а на последних минутах серии я хотел бы заняться немножко Иви-люциями. Это эволюции наших маленьких покемонов Иви. Я за время, проведенное здесь в АКА, размножить смог наших Иви до количества 8 штук, получается. И это, по идее, все формы эволюции, которые я могу получить на данный момент. Но на сейчас, на момент этой серии, я могу получить всего 3 с помощью самых простых форм, которые не требуют ни уровня счастья, ничего подобного. И для этих эволюций мне потребуются 3 вещи. И это 3 вещи, это 3 камня эволюции. И один камень в уже собратном варианте выпал из одного из боссов. И это камень воды. Вообще, он крафтится из водяных осколков, который выпадает из водяных кристаллов, которые спавнятся где-то на дне океана. Второй камень, который понадобится, это камень молний, который крафтится из осколков. А осколки, в свою очередь, спавнятся где-то на горах. И последний финальный камень, камень огня, который крафтится из огненных осколков, который спавнится где-то недалеко или поблизости от лавы. Я забираю все 3 этих камня. И даю теперь эти 3 камня просто нашим Иви. Так, первая Иви будет, естественно, с водным камнем. Только сразу я дотыкаю ПКМом по нашей Иви, она начинает свою эволюцию. Эволюционирует она, конечно же, в Вапирона. Следующая эволюция Иви получается благодаря как раз-таки громовому камню. Эволюционирует она в Желтона. И последний финальный вид эволюции, который получается благодаря камню огня. Это эволюция Иви Лайрона. И это, получается, самые 3 первые и основные эволюции, которые были доступны и показаны в сериале. И которые, в принципе, самые легкие, которые можно с легкостью у нас заполучить. Для остальных эволюции нужны специальные камни, которые нужно ходить и искать. И этим и многим другим, я думаю, мы займемся в следующей серии. Ну и пока на таком прекрасном моменте я буду потихонечку заканчивать эту серию. Я напоминаю то, что в следующей серии нас еще ждет больше приключений, больше покемонов и больше эволюции. И еще больше всякого интересного. Ну а на этом пока что все. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. До следующей пятницы. Субтитры сделал DimaTorzok